Привет, народ! Добро пожаловать в наши посиделочки, место, где мы с вами обозреваем разные сериальчики. Сегодня посидим, поговорим про Мандалорца, про четвертый эпизод, который называется Фаундлинг. Это так они называют детей, которых они там нашли, подобрали, привели к себе в секту, загибнотизировали, чайник на голову одели, сказали, вот это теперь путь, двигайся вперед, мальчик. Вот в этом направлении. Ой, ребят, вот честно, я думал, я смогу съехать с этой темой обсуждения Мандалорца, потому что я не хочу быть, знаете, вот этим вот блогером, который сидит и фейспалмит на камеру. Но дело в том, что я сначала думал, ладно, хорошо, мы с Мандалорца съедим тем, что будем в гигдозоре обсуждать. Ну, знаете, как я думал, надеялся. Сейчас же у нас одну неделю я пропустил, а сейчас у нас нет ничего такого особенно суперкрутого, чтобы гигдозор делать. Так что пока что с гигдозором закончим, но я провел опрос. Ну, понятное дело, все, Ласта Фасс закончилась. Ну, нам-то надо о чем-то говорить. Ну, а вы-то помните, что мы второй сезон с вами обсуждали Мандалорца. Я спросил и в телеграме спросил, и все. В большинстве своем вы проголосовали за Мандалорца. Ну, просили Мандалорца, давайте будет Мандалорец. Но здесь вот мне кажется, ребята, чтобы не быть критической жопой, которая просто сидит и там тыкает пальчиком, вот это плохо, это я буду точно так же, как мы делали в «Кольцах власти», «Колесах власти». Я буду говорить, ну, замечательный же сериал, замечательный. И с любовью будем обсуждать замечательные детали, которые люди, ну, явно под действием каких-нибудь инопланетных грибов придумывают. Смотрите, почему я вообще люблю Мандалорца? Я люблю его вот ради Бэйби Йоды. И вопрос, сколько по времени смогут из меня еще вот выдаивать вот это желание, покупать мерч? Смотрите, у меня тут Бэйби Йода есть в курточке с чашечкой, с супчиком. У меня этого Бэйби Йоды, Грогу, ну, просто завались. И милота, няшность. Смотрите, еще нужно не забывать, что Мандалорец, он же вообще «Звездные войны», они на кого рассчитаны? Они рассчитаны на подростков или же вот нас дядь, которые смотрели начальные «Звездные войны», может быть, на видеомагнитофон, вот с таким вот переводом. Водоблюк, иди поцелую тебя, люблю тебя, я стыдаю. Вот когда мы все это смотрели, это все было настолько круто, любимое. И было совершенно без разницы, что эти Ивоки какие-то были глупые, смешные, что вовнутри этого тазика засунули маленького человечка, он там двигался. Это был Ордиди Чу, да, вот эти роботы. Нам это было все равно. Вот эти нелепые костюмы, нелепые инопланетяне. Мы в это верили. Это было красиво, это было интересно. Почему классно быть ребенком? Ты можешь взять в руку какую-нибудь там деревяшку, и все, она в твоих руках превращается. Хочешь меч самурая, хочешь шест Донателло из ниндзя-черепашек, хочешь световой меч, и ты в это веришь. Когда ты ребенок, и ты смотришь кино, любой какой-то маленький спецэффект, может быть, он кажется глупым и нелепым, но ты в него веришь. И ты веришь в эту сказку, и ты хочешь проникаться в эту сказку. И вот поэтому Мандалорец, он и берет, мне иногда приходится вот брать и себе вот прям вот по мордасам, прям вот на отмах давать, сказать. И говорить себе, дядя Вова, не относись к этому сериалу как к чему-то высококультурному, где все обязательно должно быть выверено. Смотрите, нам дали Андорр, это вот для таких задротов, думальщиков, которым вот все нужно, чтобы... А вот там две луны, я посмотрел в кадре, чисто физически не может быть, чтобы два месяца было одинаковых, потому что ну не могут они так вот совпасть, чтобы тень одинакова была, иначе бы другая луна тогда полностью закрывала. Вот не нужно всего этого, не нужно вот здесь, нужно просто сидеть и впитывать сказку, атмосферу звездных войн, наслаждаться существами, наслаждаться звездными мечами, наслаждаться вот этим мимимишным бэби-йодой Грогу. Вот этим нужно, вот это нужно впитывать. Нужно быть ребенком, который откидывает абсолютно все придирки и желания просто выкинуть, взять логику головой в тазик и выкинуть через окошко. Надеюсь, это вот будет такое единственное наступление, которое мне нужно будет сделать впереди у нас еще с вами. Короче, пять обзоров будет все. Сегодня обозреваем четвертую серию, всего восемь серий. Так что я надеюсь, повторяться больше не придется, но где-то если я буду что-то стебать, вы уж извините, я поставил этому эпизоду, который вот у нас был, восемь баллов поставил. Смотрите, у меня вообще в этом сезоне шесть баллов, восемь баллов за вторую серию. Мне очень понравился вот этот религиозный аспект, аспект Бакатан, когда ей нужно было снова, когда она увидела этого монстра под водой. И вот это все меня, конечно, подкупило. Да, были глупые наивные моменты, но это подкупило. Эпизод третий, да, в этом сезоне мне не понравился. Не понравился он потому, что вот смотрите, когда я смотрю, я никогда не знаю, на какой эпизод мне готовится. Не знаю, сколько мне брать бутербродик или целый ужин на три блюда, на первое, второе, третье, еще и компот с шашлыком брать. Потому что, смотрите, у нас то эпизод, вот последний эпизод был 33 минуты. 33 минуты, я не успел пожрать, приготовился, разложился, все, потому что предыдущий-то эпизод был 59 минут, а тут 33 минуты. Короче говоря, я ничего не понимаю, не понимаю, сложно. Сложно, а как они решают, какой эпизод сколько должен длиться, я вообще не понимаю. И, короче, даже не знаю, какой будет следующий. Никогда не знаю, что готовить себе, напожрать, пока смотрю. Но мне не понравилось тут, что вот средний вот этот акт, понятное дело, что нам нужно было притянуть, притянуть историю клонирования. Откуда у нас опять появился этот же император Палпатин с электрическими пальцами в эпизодах 7, 8 и 9. Как это все клонирование объяснить? Я все прекрасно понимаю. И что вот эпизод, который был внутри этого эпизода, он больше, наверное, к кондору был по духу похож, нежели, но мне это не понравилось. Потому что это вот как бы начали за здравие, закончили за упокой, потом опять за здравие начали. Ну вот оно выбилось. Выбилось, я не мог никак понять, что я смотрю. И мне приходилось самому себе напоминать. Не-не-не, это не Андорр, это где события происходят до повстанцев, воюющих и разрушающих звезду смерти. Это уже возле. Короче говоря, вот это меня сбило, и поэтому я предыдущему эпизоду поставил 7. Этому же эпизоду я поставил 8 баллов. Почему? Во-первых, нам показали, как этот Бэби Йода спасся из замка джедаев. Нам показали мандалорцев некоторую жизнью на этой планете, что там оказывается не только крокодилы бешеные у них, как что в песенке, а обезьянные бешеные шалоты, а крокодилы-бегемоты, а и наши спонсоры. Ну сейчас мы спонсорам скажем отдельное спасибо, пока мы тут зашли. Спасибо большое спонсоры за то, что поддерживаете, не кидаете. Что если когда дядю Вову забрал какой-то дикий птеродактиль этой жизни, с отключением монетизации и тому подобного, и т.д. и так далее, вы всегда приходите и спасаете дядю Вову. Так, сейчас включаем эпизодик, сейчас пройдемся по кадрам. Так, где-то здесь главное, чтобы только звук не включился. Так, звук отключили, и мы сейчас пройдемся по кадрам. Так, все, открываем. Итак, что еще тоже понравилось. Мне понравилось здесь Бакатан, что одно дело, ты вот пальцы веерами раскинула, пришла и сказала, все, я принцесса, у меня папа там из великого рода, романовы мы, все, все собрались за мной и пошлите отвоевывать, знаете, на стены революции. Нет, она поняла, что если она хочет заполучить этих людей, она должна крякать как уточка, ходить как уточка, такой в путь, в шлеме сидеть. Я тоже не понимаю, столько времени привык, что воздухом дышишь. Знаете, мотоциклисты, такой отсылочка на жизнь в Америке, у нас мотоциклисты штата Айдаха, у нас мотоциклистам разрешено ездить на мотоцикле без шлема. Я, конечно, не понимаю, что это все, ездить без шлема, едешь, улыбаешься, подпеваешь, шмель в рот залетел, не знаю. Это ж страшное, мухами там лицо, потому что когда ты ездишь куда-то на большую дистанцию, вы видели, вы видели лобовое стекло, которое становится после вашей поездки на долгую дистанцию? И представь, если вы едете без шлема, это все на вашей морде потом. Ну, кто-то может сказать, что это протеин, но есть и другие способы, как получать протеин на лицо, но об этом я расскажу в другом чате, 18+. Короче говоря, и вот они в этом шлеме, она, наверное, уже привыкла без шлема. У нас тоже, когда мотоциклисты из Айдаха едут куда-то в другой штат, они говорят, это караул какой-то, что нужно одевать шлем, ты опять в этом шлеме задыхаешься, дышать нечем, так ты едешь, волосы разбиваются. Она же тоже привыкла уже, наверное. А теперь все, this is the way. Таков путь, нужно в этом утюге на голове ходить. Ну, я не знаю, может там какой-то кондиционер существует, увлажнитель для морда, может там щечки массажируют. Ну, я не знаю, может какая-то последняя модель у нее. Вообще мы же не знаем, может там эти шлемы, мы же знаем вот эти вот датчики, там иногда что-то сканируют, показывают какую-то информацию. Может там тоже какие-то няшки существуют, как у железного человека, у Тони Старка. Кто знает, может быть, может быть. Ну, тут, конечно, когда показали, они стоят и стреляют в это, в воду, я думаю, что, одного крокодила было мало? Они хотят еще одного вызвать. Ну, теперь понятно. Эти крокодилы, ну, смотрите, живут себе крокодилы спокойно, в воде, никому не трогают, себе вот это развиваются там, папа, мама. И тут кто-то у вас над головой устраивает дискредит. Вот представьте, заехали к вам соседи, безбашенные, ходят в шлемах постоянно, пуляют по сторонам, камни раскидывают, на этих наджетах летают постоянно. Да я бы тоже озверел, пошел и сожрал бы их нахрен все. Ну, в общем, короче говоря, вот эти вот соседи, и стоят, пуляют, пуляют в воду. Бэби Йода тут сидит, собирает эти, у него, знаете, день морской кухни, ему пропожрать, здравствуйте. Сидит, крабиков себе подтягивает для того, чтобы себе сварить креветочный этот коктейль сделать. И только, главное, собрался, нет. Пришел этот Дин и говорит, все, хватит ребенок тебе отдыхать, уже 50. Это вообще, знаете, часто такое бывает. Живешь, живешь с мамой и папой. А потом они приходят, сынок, тебе уже 56 лет, пора идти устраивать свою собственную жизнь. Пора идти уму-разуму научиться. И точно так же. Пришел, говорит, все, хватит с камушками играться. Собрал манатки, иди начинай взрослую жизнь. Говорит, иди тренируйся. Вообще, конечно, смешной момент. Мальчик такой. Он таких бэби-йод паштетом на хлеб намазывает. Наверное, на завтрак, на обед и ужин. И говорит, давай будем практиковаться. Ну, хорошо. А если бы он выбрал это, единоборство с ним, как бы он с этим Грогу единоборством бы занимался? Они бы еще пьелы и палыб сделали бы армврестлинг. Но все. Очень, очень ловко придумали, что будем стрелять дротиками. И еще Бокатан такая говорит, смотри, он тобой гордится, у тебя все получится, малыш Йода. Давай, ты сможешь. Кстати, вы не видели мем, там стоят эти Сторм Трупперы в своих белых одеждах. Такие счастливые стоят со своими винтовками и надпись. Сторм Трупперы вечером после того, как поиграли в пинтбол. Минутка, что? Шутка устоялась. Ну, кто вдруг не понял, потому что они мазилы постоят, да и все в белых костюмах, что ни один шарик у них не попал. Ну, такая шутка-минутка. Ой. Ну все. Тут, конечно, Бэби Йода соски ему нарисовали, в каком месте должны быть. Я вообще удивляюсь, как ему это, присобачили эту фигню на руку. Но зато он раз, прыг-прыг. Воспользовался своей силой и отметочки поставил. И тут крокодилов было мало, прилетела птеродактиль и забрала малого. И тут, конечно, логика с большой буквы Ж. решают на джек-пэдах лететь. Бо-котан такая единственная... Ну ладно, хорошо, вы полетели, а у нас же драндулет есть. Чего топливо полить зря? Там же, что же... Классно, конечно, показали, что у них вот эти рюкзаки не бесконечные. Что на какую-то дистанцию долетели, а все. А заправочной станции нигде поблизости нет. Пришлось это обратно пешком топать. Ну хорошо, там Бокотан на корабле полетела и тоже такая, смотрите, полетела. Разведка вон так. Птеродактиль живет вот на этой самой горе. Так и запишем. Что, малого стырил? Да не, мы сейчас придем, придумаем план, как за два дня конечно, это курица летающая. Неужели она не сожрала сразу? И как-то вообще интересно с пищеварением. Вы заметили, работает у этой птички? Она проглотить малого проглотила, а переваривать пока что не думала. Не, ну вообще, конечно, птицы никак. Они, если мы говорим про птиц, да, они что же приходят своих птенцов кормят, там, нахватают этих червячков и держат во рту. И потом детков подкармливают. Ну ничего, план выработали, все классно и собрались. Малого оставили на бабушку. Кстати, мне интересно, вот вы объясните мне, пожалуйста, я вот сколько смотрю, смотрю, понять не могу. Вот это вот у них рогатая лидерша, у нее это шаль на плече такая, меховая накидка, андартру какую-то где-то замочила. Или же это у нее волосы такие длинные, что не подстряхаются. Ну там же, если волосы растут, парикмахерская нормальная, естественно, нет. Завивку тебе никто не сделает. А хочется волосами повыеживаться, ну вот, они все и вылазят. А представьте, если бы это была принцесса Лея, ей бы шлем вообще нужно было с двумя урнами по бокам делать. Но она у нас не Мандалорка была, но все равно. Вот ваши мысли. Кстати, мне поможет в подвижении канала все ваши... Кстати, если вы смотрите, если вам нравится, если... Смотрите, если мы не соберем даже тысячи просмотров здесь, если не будет хотя бы сто лайков, кедрений, феней, буду я вашего Мандалорца еще сидеть тут разбирать. Сам посижу, пожру, похихикаю и все. Так что давайте. Там комментарии, все дела. Напишите мне, что вы думаете. Это у нее волосы или это норковая шуба частичная. Ну и все. И взяла малого, говорит, сейчас будет урок труда. Вот тебе фартук на рукавничке и давай. все будем выбивать тебе этот... Все тут надонатили по чуть-чуть. Смотрите, как хорошо. Все по чуть-чуть надонатили и получил этот нагрудник получился для Баби Йода. Ну, очень прикольный момент, что нам показали именно, когда Ордер 66 произошел. Ордер 69 был бы интереснее, но 66 какой есть. Вывели это, когда напали на храм джедаев. Янглинов там всех пришел, Энакин Скайуокер, когда он становился Дарт Вейдером. То ж напали, повбывалый там у сих. Вот то Сторм Трупперы. А тут, оказывается, был еще какой-то джедай. Я не знаю, кто он такой. Объясните мне, пожалуйста, вы знаете этого джедая? Может он в каких-то мультиках есть? Может он в каких-то комиксах есть? Расскажите мне, что это за такой супер-пупер джедай, который схватил два мяча, знал, на какой этаж сейчас спустится Бэйби Йода. Кроме того, прихватил с собой мотоцикл с коляской. Ну, понятно, а как же ты? Как ты будешь вести Бэйби Йоду, если у тебя мотоцикл без коляски? А все с коляской. Мне чем-то сцена вообще напомнила этого. Знаете, дядя Вова слишком много Гарри Поттера в последнее время читает, смотрит. Когда Хагрид забрал этого Гарри, мне все казалось, сейчас в какой-то момент вылетит сова и закроет Бэйби Йоду от Авадакедабры. Ну, в общем, летели, летели, стреляли, тут, ну, классно. Вот чем-то даже вот эта погоня по городу Кроссанту, да, как он там называется, Кроссант, Кроссант, Кроссант вкуснее, конечно. Коруссант, Кроссант, шоколадный Кроссант. И вот они летят по этому городу. Мне даже напомнила вторую часть фильма Атака клонов. Помните, когда там они догоняют наемного убивашку и там Энакин там на мотоцикле едет и с ним еще Оби-Ван Кеноби, ну, там тоже еще кино. И вот где-то чем-то мне вот это напомнило. Ну, классненько. Ностальгия отзывалась, отзывалась. Красиво, интересно, да. И тут же что же, говорит, корабль, говорит, мы за вас заступимся, товарищ джедай, с джедайским ребенком. Садитесь, берите наш корабль, мы здесь сейчас грудью ляжем, но вас спасем. и они раз-раз-раз на суперскорость и улетели. Но видно, что у малого ПТСД еще то нужно. Короче, прорабатывать к психологу надо. Ну, это четкая, конечно, она со своим молотом она тоже там терапию проводит. Так, тух-тух-тух и все. Может, отчасти загипнотизировать. Но, кстати, интересный момент. Вот вы заметили, что когда она делала ему вот этот вот шлем, не шлем, а щит, там внутри какие-то даже микросхемки были, елы-палы. Ну, интересно. И ему такой вот тоже нагрудничек сделала для того, чтобы защита была. Прикольно то, что вот здесь мне понравилось, как они сидят сели ужинать, ибо котан оставили покушать одну. Сказали, смотрите, у меня такой вопрос со звездочкой. Как вы думаете, Педро Паскаль вообще играет в этом эпизоде? Мы хоть раз его это лицо видели, Педро Паскаль? Может, там вообще какой-то левый мужик нашли двойника, а Педро Паскаль ходил Эли водил поэтому и Эли возвратится с татушкою домой. Водил, водил, водил ее по зомби ленду, а потом пришел и только это записал свой голос на этих сценах, как для мультика. Потому что мы морду нашего Педро Паскаль вообще не видели. Можно сказать, this is the way, это таков путь? Ну, не знаю. Мы вон Бакатан больше видим. Кстати, ребята, кто смотрел Баттлстар Галактика? Ой, как она мне нравится в Баттлстарбаксе она, по-моему, там зовут ее. Как она мне нравится. Кстати, у нее замечательное камео, если вы смотрели Теория Большого Взрыва, у нее там замечательное камео. Она и в ванной появляется, и в электричестве, ребят, замечательная актриса, люблю ее еще со второго сезона. И тут она хоть меня не раздражает. Она меня раздражала, когда она сидела у себя в троне, ножкой на кресло закинула и сидела. А тут замечательно, замечательно, хорошо, понравилось. И вот как она серьезнее стала относиться. И у нее тоже теперь переосмысление. Она тоже думала, что может быть это все Филькина грамота, промывали мозги всякими чудищами, которые живут там под водой, все эти кланы, все эти клятвы. А на самом деле нет. На самом деле все оказалось правдой. И все так однозначно. ну эта сцена конечно вообще скала отдыхает. Вертикальный этот предел. Особенно мужик, который вот тут с этим с пылесосом на спине поднимался. Я вообще с него с такой дурой. Ну понятное дело, что там его сын. Но с такой дурой лезть и ну конечно наверное эта птичка немножечко глуховата. Глуховато. Потому что если на реактивных рюкзаках лететь, то она слышит. А вот вот это не слышит. Даже если оно сделано там шесть или семь раз. Ну ладно. И мужики залезают. Ну нет не слышат. птичка. Глуха баба недочувая. Недочувата птичка. А рюкзаки слышат. Ну все. Ну это уже будет лететь. Сразу добычу в зубы и вперед. Нашли там этих птенцов. Три птенца. Одного зовут Дроган. Другого Визарион. А третьего Регаль. Все. Вы не поняли что ли? Все. И теперь будут это мать драконов будет у них теперь своя. Не ну сцена конечно классная. Сцена классная как они пытались этого птеродактиля тут захватить и крылья связывать. Мне понравилось что вот в этой сцене что не было такого что сейчас два выстрела там или еще что такое и все и птички как да нет там и крыло надо было зажать и там про это прорезать ну классно и видно что столько труда ну ради того чтобы свалить нафиг эту крокозябру ну конечно когда эта крокозябра упала в воду и ее сожрал крокодил я немножко вспомнил парк юрского периода ну на секундочку так не знаю специальная отсылка была не специальная но у нас такие отсылки были и в первой части фантомная угроза звездные войны помните когда с джар-джар бинсом они в этой маленькой таком подводном батискавчике плыли и за ними какая-то крокозябра плыла хотела их сожрать а эту большую крокозябру съела еще большая крокозябра так что это в принципе в мире животных но я переживал думаю ой как же птенчики теперь все они не не переживайте мы вам еще привели фундлинг this is the way ну теперь буду тренировать это будет где-то немножечко даже может пандора будут подключаться и летать на этих это потеряла свой наплечник и тетя с большими волосами или с андантровой шубой сделала ей наплечник новый с мордой чудовище которого она увидела под водой все вот вот и все вот и сказочке конец а кто слушал молодец все не забываем ставить лайкосики писать комментарии отправлять дядевой воздушные поцелуи все на этом мой обзор разбор дозор окончил завтра уже выходит новый эпизод посмотрим там еще люди спрашивают у меня сделать обзор на наследники это новый новый сезон начался на hbo если вы смотрите наследников в комментариях тоже пишите да да хотим обзор про наследников шо там про логана конора шо шиф и том расходятся заслужила сама хотела ходить налево а то ему не давала короче говоря все давайте если вам такая санта-барбара нравится мне мне очень нравится я смотрю наследники религиозно вот точно так же в 7 часов вечера воскресенье сажусь все бросаю как я смотрел дом дракона как смотрел last of us это сериал мощный от hbo его показывают самое главное время по воскресеньям в 7 часов вечера у нас так что я смотрю вопрос за вами если нужны обзоры по наследникам сделаем обзоры по наследникам если вы не смотрите то не будем морочить дяди Вовы вето чего у муси нет все всем всего хорошего пока спасибо